Сегодня начинаем такую пресс-конференцию о том, что мы хотим всему миру предъявить работу, которая была сделана нашими активистами, нашими людьми, героями, которые, взяв идею, поехали на фронт и на протяжении всей линии фронта снимали в самых горячих точках обращение военных к ветеранам, к тем, кто сейчас находится здесь, в ТРУ. Будем их нагладывать вещества. Карпинский бизнес-инфоцентр изначально решил поздравить ветеранов. Была идея, мы провели большое совещание, высказывались в различной мысли, принят был во временной концепции. А потом пришла еще одна идея. Давайте мы не просто поздравим сами, а еще и сделаем так, чтобы военные имели возможность поздравить ветеранов и тех дедов, которые воевали во времена Второй мировой войны. И эта идея была воплощена Натальей, Дмитрием и еще ребятами, которых сопровождали. Работу мы сегодня представим, ну и, естественно, комментарии от них. Дмитрий, начните, как это все происходило. Ну, Наталья автор идеи, поэтому давайте она начнется. Автор? А второй идеи поздравления именно от военных ветеранов, как раз Глеб. Дальше мы уже развили это в то, что мы и сами должны будем рассказать о том, что мы этих людей хотим поздравить. Ну, дело даже не в поздравлении, а в объяснении и попытка дать понять, что мы все прекрасно понимаем, что цена до победы была очень тяжелая. И, возможно, как раз неосознанность этой цены, невозможность за этот период ее осознать, несерьезный, наверное, не с нашей точки зрения неправильный подход к прорабатыванию последствий этой победы, как раз и привел к тому, что происходит сейчас. И победа наша вообще, эта война Великой Отечественной не прожита, так, как должна была быть. Не прожита ее последствия, она не пройдена еще. И в физическом смысле до сих пор взрывается что-то там в лесах, подрывается. До сих пор люди страдают от старых мин. И до сих пор, ну, все, что происходит сейчас, это мое личное мнение, абсолютное последствие отношения к войне. Вот того отношения в советский период, которое существовало. Отсутствие личных историй, отсутствие откровенных разговоров на эту тему, закрытые архивы и так далее и тому подобное. Невынесенные уроки, не сделанные. Вот мы таким образом попытались призвать всех узнать, как звали дедушку, как, где он был, где воевал, если воевал, что делала семья во время войны. Ну, своим личным рассказом призвали это сделать. Это, это мы, я сейчас рассказываю, у нас получилось несколько таких форм. Одна форма – это обращение именно от участников проекта Википева. Это обращение, посвященное 70-летию окончания войны. И отдельная форма – это наш разговор с солдатами. Мы задумали такой большой проект, поскольку регулярно бываем в АТО, регулярно общаемся с этими людьми. Каждый раз удивляемся их абсолютной самостоятельности во мнениях и независимости во взглядах. Я ни разу не встретила солдата, задавая ему вопрос, который побежит спрашивать у начальника, можно ли ему отвечать. Это то, что меня удивляло изначально, и сейчас я уже к этому привыкла. Эти люди абсолютно самостоятельные личности. Те, которые сделали свой выбор и пошли защищать свою родину. Как это не пафосно звучит. И в итоге у нас получилось вот такие два довольно объемных видео сюжета о нашем безумном путешествии. Поскольку мы все-таки прекрасно понимаем, что идея пришла достаточно поздно. Делать ее надо было обязательно до 9 мая. Пришлось ужимать массу вообще передвижений своих. У нас не было возможности ни на слишком хороший пост-продакшен. Я сейчас не оправдуюсь. Я сейчас объясню о форуме абсолютно документального продукта. То есть это физически не могло выглядеть отполированно. Да и, наверное, не нужно. Потому что тут все честно, искренне нет постановок. Отвечают на вопросы так, как считают нужным. И под обстрелом, и в какой-то там спокойной обстановке более-менее. Хотя практически ни в одном месте она не была достаточно спокойной. Ездили мы вместе с Дмитрием Котовым и общались с солдатами вместе. Да, так вот я начала говорить о проекте. Проект, который называется «Солдаты необъявленной войны». Мы хотим рассказать не об армии, в целом, народе и так далее. О каких-то абстрактных понятиях, о конкретных людях, которые там живут практически уже, можно сказать. То есть это их жизнь, это их мысли, это их чувства, это их ностальгия какая-то. Это их скука, какие-то их праздники. Может быть, таким образом мы из этой войны вынесем правильные какие-то уроки, выводы сделаем правильные? Можно я передам слово? Я хотел бы, во-первых, поблагодарить всех, кто сегодня пришел сюда к нам, потому что сегодня множество всяких мероприятий, возложений цветов, поздравлений ветеранов и так далее. Я для себя убедился во время этой поездки в том, что мы абсолютно изменились как страна и абсолютно изменились как каждый персонально, так и все вместе, как некое общество, которое, переживая настоящую войну, как бы ее ни называли сейчас, полностью переосмысливает какие-то недовыученные уроки, о чем Наташа сказала уже. Причем это происходит как осознанно, и вы увидите это. Люди, умеющие анализировать, любящие это делать, обладающие опытом жизненным, соответствующим. И совершенно простые ребята, которые никогда в жизни вообще не задумывались раньше о том, что такое вообще война, и вообще, на самом деле, не особо задумывались ни над какими уроками истории. А сейчас все, что происходит, приводит к такому как бы единению искреннему, да, потому что мы привыкли воспринимать войну как некий набор штампов. Это герои с мужественными лицами, и это правда, герои действительно мужественные лица. И профессионалисты там тоже есть? Да, есть там совершенно разные люди, а есть люди и не с мужественными лицами, и есть страх, и есть боль, и есть тоска, и есть желание поскорее все закончить. И есть готовность, наверное, умереть, хотя огромное нежелание это делать свойственное любому человеку. Да, мы привыкли к тому, что там уверенно бросающиеся в отцов герои Великой Отечественной, это были какие-то сверхчеловеки такие. Так вот, сверхчеловеков никаких вроде и нет, но стержень, который внутри каждого из наших героев, он действительно настолько мощный, что, несмотря на то, что нам не удалось, конечно же, пообщаться даже с теми, с кем мы планировали, потому что есть здесь герои, которых мы знаем давно, есть герои, которых мы знаем недавно, и есть множество героев, которых мы видели, и они нас первый раз в жизни. И я убедился в том, что мы действительно становимся свободной страной, потому что такое уникальное сочетание мужества, способности и желания узнавать, размышлять, анализировать, размышлять в камеру. Здесь есть разные герои с разными мыслями, кто-то готовился, и вы это увидите, кто-то вообще не готовился и сомневался на последнего принимать ли участие в этом проекте или нет. Здесь живые размышления живых, умных, внутренне, очень интеллигентных в таком настоящем понимании этого слова, независимых от уровня образования, знаний и еще каких-то, так сказать, навыков людей. Мы поговорили, наверное, как минимум с четырьмя десятками бойцов, участвующих в АТО, то есть это больше, чем взвод. Здесь вы увидите 18 героев. Да, я хотела вот еще добавить по поводу их реакции на вопрос, по поводу Великой Отечественной, служили ли дедушки, бабушки. Во-первых, всем есть что сказать, всем абсолютно есть что сказать по отношению к Великой Отечественной войне, ко Второй Мировой войне. То есть вот это действительно та тема, из которой мы все выросли. И практически у всех есть родственники, которые воевали, практически все знают их, знают имена, знают, что с ними произошло. И самый, наверное, потрясающий момент, который, к сожалению, мы не смогли зафиксировать, потому что парень не отказался сниматься, у него жена не в курсе, где он, и он не хочет, простите, палиться. Ну, и поскольку это было в Широкино, и там сейчас очень нехорошая ситуация, он просто попросил его не снимать. Но как только, мы просто вот только подъехали, там нас ребята встретили, и мы там только начинаем рассказывать, чего мы хотим, он такой, где дедушка? Он достает бумажник, открывает, и открывает старую фотографию, черно-белую, такого обтрепана, придет, вот мой дедушка. Ну, наверное, такая режиссерская удача дело настолько редкое, ну, не смогли мы ему уговорить об этом рассказать на камеру. Даже Балаклавин сказал, она все равно узнает, я говорить об этом не буду. Вот. Поэтому приехали мы, конечно, в таком подушевлении сумасшедшем, все плохо, с одной стороны, и все потрясающе с другой. То есть, вот, как соединять эти две штуки? Я очень, я не то чтобы надеюсь, а уверена, что именно эти люди будут дальше строить нашу страну. Ну, и, опять же, это мое мнение. Вот Наталья, как профессионал с многолетним реальным опытом документального кино, и журналистской работы, и режиссерской работы, она, не знаю, разделит мое мнение или нет, хотя мы это так краем обсуждали. Но, на самом деле, в этом проекте есть вот это вот живое, такое неподготовленное и абсолютно документальное начало. Мне кажется, именно потому, что у нас было всего два дня для того, чтобы все это снять. И одна ночь для того, чтобы все это смонтировать. Мы, если надоест, можно уходить, мы покажем сначала, наверное, промо, да, так называемый, ну, то есть, анонсирующий ролик, потому что он самоценен. Ну, так сказать, не... Потому что он наш покажет, но потом... Давайте в конце его покажем, да. Анонсирующий ролик, он самый короткий, он всего две с половиной минуты. Если можно, свет как-то выключается, я вот так выключаюсь. Свет выключается, то я сейчас подниму. Спасибо. Свет. Свет. Свет развернулся, как я еще. Она начала осознавать, каждый будет снять этот аппарат. Теперь, конечно, мы знаем больше ярко и правде про Торино. Люди, которые не знают своего прошлого, они не достойны своего будущего. Режим приходит и угодит. Люди остаются, воюют славяне, украинцы, и белорусы воюют, и россияне воюют. А мы рядом с нимцем. Вы представляете, до чего мы дышали? То есть абсолютно... Вот не имя это ему сегодня, а? Как ни крути, человек всегда должен двигаться вперед, правильно? Даже если плохо или неплохо, должен искать лучшие стороны. Мы почему-то хотим вернуться в Советский Союз. Я не хочу, я там вырос. Никак-то мне не хочется. Свою страну мы построим анатолий саммит. Без помощи России и тому подобное. Я, ну, как бы, говорил это, что слава Украине, говорю, слава мне. Я больше хочу воздать славу Богу, который помогает нам, и мы с ним победим. Слава и Сухой Слава. Меня, в всяком случае, отец воспитывал так, что если я дал слово, то его надо держать. Если ты разбрасываешься словами, то ты не мужчина и все. Иван Иванович, вашего подруга, на педлату часу, на Скировом Уклее. Спустя 70 лет я стал таким же военным врачом, военным хирургом, начленом, тактичной группой. Честно говоря, как бы, не зря это, что история повторяется, это спираль. Я был внимательным военным, да, эти, да, как бы, так, и воевали. Они дали свободу нам. И я хочу это знамя свободы провести дальше, чтобы эту свободу от меня перенял мой сын и мои внуки. Потому что тут георгическую ленточку эту привязывают, как бы, скажем, сепаратисты, они ее испортили. Все ветераны, которые воевали в Великой Детственной Монии, достойны уважения и низкий поклон. Перемогли кількостью. Не стільки яркостью, а в правшую черную кількостью. Кількостью великой крови. И с одним дедушкой, и со вторым успел пообщаться. Даже с прадедушкой, который участвовал в Японско-Русской войне. Поэтому мне стыдиться нечего. Деды все молодцы. Мы даже пометаем, что тихо уже самое не мая. Каждый потом будет своим детям что-то рассказывать и внукам. Ну, это анонс. Теперь у нас есть еще два... Сейчас как-то пока Наташа делает. То есть у нас есть два сюжета. Они как бы объединены вот всеми этими героями, которые были в этом анонсе. То есть у нас героев 18, 8 в первом и 10 во втором. Так вот получилось. На самом деле мы действительно серьезно эволюционировали в плане результатов этой работы. И даже в плане, может быть, постановки задач и при интервьюировании, и при монтаже. И мы четко понимали, что на самом деле мы затронули по большому счету самую, наверное, сложную тему. То есть мы не просто попросили их поздравить кого-то там, да, потому что это на самом деле и есть то, к сожалению, во что даже сегодня и завтра уже начинает превращаться День памяти. Сегодня в День памяти власти одни приходят с маками, до конца не зная даже историю этого символа. А власти другие рекомендуют чиновникам разных сфер сделать все для того, чтобы как можно меньше их подчиненных пришло с этими маками или ходило по улицам города. То есть мы все равно в конфликте. И на самом деле я глубоко убежден в том, что там, где нет памяти, а есть иллюзия памяти, и там, где нет прощения, а есть, так сказать, иллюзия патриотизма, там война никогда не закончится. Я глубоко убежден в том, что та война, которую мы сейчас переживаем, является следствием того, что мы так и не смогли победить каждый внутри себя еще в той войне, о которой мы даже часто ничего не знаем. Вот. Ну, я могу еще поговорить. 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 Вот. Поговорить. Куда ходим. То есть все мы выяснили историю опять. Ее покрутили в голове своей, правильно проанализировали. Самое интересное, что были и истории, и истории были неоднозначны. И некоторые решили, что тут я эту часть говорить не буду, а вот эту скажу обязательно. То есть вот такая штука интересная. Это тоже очень важно, когда люди звонят своим родителям и спрашивают, что же было. Мы все начали выяснять историю по-настоящему. Вот один боец, который мы здесь писали, он тоже по этому поводу. Так, понял, что надо задавать вопрос маме, пошел разговаривать, видимо, ему что-то рассказывал. Он так расчувствовался, что ему надо было полчаса просто прийти в себя, то есть он никогда не собрался. Я Алексей, помню. Мой дед украинец Горбач Николай Кириллович был военным врачом, полковником медицинской службы. Война началась для него в 39-м, когда советские войска вошли в Польшу. В 41-м вместе с остатками своей танковой бригады выходил из загружения. Потом руководил медико-эвакуационными службами на Кавказе и на Урале. Умер вскоре после войны. Бабушка рассказывала, что был он человеком волевым и классным профессионалом. Я часто думаю о том, что его опыт столовления госпитальной службы здорово помог бы нам и сейчас. Украинский народ не только победил фашизм вместе со своими братьями по оружию, но и боролся против советского тоталитаризма. В этой войне нам еще предстоит победить. Для этого нужно победить, как мне кажется, ненависть внутри себя. Там, где нет памяти и нет прощения, там всегда будет война. Победить значит вспомнить или узнать настоящую историю своей семьи и всех простить. Слава Украине! Героям слава! Мои все три дедушки, они пришли в Великую Отечественную войну. Они из семьи, прегрессированных в правительство. К сожалению, только одного я застала в живых, и именно он рассказывал, как тогда было. Максим Иванович Анищук прошел всю эту войну от начала до конца. Вместе с грузинами оборонял Кавказ, освобождал Луганск и Донецк, помогал освобождать Варшаву и дошел до Берлина. К сожалению, сейчас его уже нет в живых, и он не застал то время, когда Луганский Донецк снова оккупировал. Мое пожелание сегодня оставшимся в живых ветеранам увидеть освобожденный Луганский Донецк снова. Слава Украине! Героям слава! Мой дедушка Сачков Илья Иванович Аруски не был на фронте. Он не был пропущен комиссией медицинской из-за больших проблем со здоровьем. И всю войну чинила эту технику. Моя бабушка была эвакуирована из Твери и во время войны возглавила роту охраны на одном из военных предприятий. Бабушка маленькая, метр шляп рослых, большим пистолетом охраняла целое предприятие. После войны бабушка с дедушкой познакомились уже в Харькове и когда оба работали на заводе имени Малышева. Многие годы была на сцене традиция собираться на 9 мая у нас на даче отмечать День Победы. И тогда родители и бабушка и дедушка поднимали тост за победу. Дедушки нет уже с 91 года и он так и не увидел независимую Украину. Бабушка ей сейчас 90 и она всем сердцем болеет за нашу страну. И вот первый раз, когда мы с волонтерами попали в зону АТО, мы попали за стол с военными. И один из военных поднял тост и он сказал за победу. У меня мурашки пробежали по коже. Почувствовал цену этих слов. Слава Украине. Героям слава. Мой дедушка Алексей Михайлович Рютенко, уроженец Полтавской области, украинец. Его, как и многих других подростков, немцы пытались угнать в концлагерь. Чудом дедушке удалось сбежать. В 1943 году был мобилизирован. Служил отелеристом-наводчиком на Ленинградском фронте. Получил два ранения. Дважды отказался от госпитализации. Дошел до Килинсберга. После окончания войны еще три года служил. Дорогие ветераны, я хочу, чтобы война больше не принесла вам ни капли горя. Слава Украине. Героям слава. Мой дед Никита Александрович Русский, водитель Катюши, тоже герой. Он тоже воевал за родную землю. Он освобождал Киев. Он воевал под Сталинградом. Из его рассказов, немногочисленных, он не любил об этом говорить, но иногда удавалось его раскрутить на этот рассказ. Я знаю, как это было тяжело и сложно. И мы категорически обязаны не допустить повторения. Слава Украине. Героям слава. В этой войне принимали участие оба моих деда. Горбаченко Степан Никефович призван в Борзне Черниговской области в 43-м году. Украинец. На переправе через Нарву был тяжело ранен брюшную полость. Чудом остался жив. Вернулся с войны с орденом победы и медалью за взятие Ленинграда. Еще лет двадцать после войны у него из брюшной полости находили осколки, они так и остались нашей семейной реликвией. Курдюков Василий Федорович призван в Мариуполе тоже в 43-м, русский. Принимал участие в битве в Атам за освобождение Мелитополя. Был ранен под Кенисбергом и умер в больнице 18 февраля 45-го года. Не так давно мы нашли место его захоронения. Это город Лазнинин на Некраснознаминской Ленинградской области. Его имя выбито на эпитафе братской могилы. Когда он ходил на войну, моему папе было два с половиной. К сожалению, он так и не успел попасть на его могилу. Но любовь к отцу он пронес через всю жизнь. Мы очень хорошо знаем цену этой победы. Сегодня мы очень хорошо знаем цену нашей свободы. Слава Украине! Героям слава! Мой дед Василий Йонович Лясковский, наполовину поляк, наполовину украинец. Не воевал на фронте, а работал в тылу. От Харьковского трубинного завода. Он был откомандирован во Владивосток, где чинил подводные лодки и военные корабли. Когда Харьков был освобожден, они вместе с бригадой вернулись в город и отремонтировали теплоэлектростанцию на Исхай. Свет и электричество пошли в город. Он был тем самым волонтером, который сейчас спасает страну и спасает наш армию. Дорогие ветераны, только сейчас мы понимаем, что каждый день и каждый час на той страшной войне вы воевали за нашу свободу. Спасибо вам за этот дар, который вы нам дали. И уверяю вас, мы только учимся быть свободными. Мы обязательно научимся. Слава Украине! АПЛОДИСМЕНТЫ В каком ведется огонь и с какого оружия? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Понятно. Ну что, сначала, наверное, всех поздравить с праздником, правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Праздник 9 мая Всегда будем помнить, все-таки наши деды Мой дедушка непосредственно воевал в этой войне Я думаю, он репту свою внес в победу над фашизмом Выходит, что воюют против нас Меня называть фашистом как-то смешно Я не против никого, ни на кого не нападаю Я стою на своей земле, так как стояли наши деды, защищали свою землю Я, например, общался с ветеранами, которые воевали против фашизма Я имею ввиду армию УПА, которые воевали на стороне Степана Пантера И даже флаг, который сейчас у правого сектора красно-черный Это не есть флаг правого сектора Это есть национальный вызов мир в Украине И насколько не сосло ветеранов, которые там воевали Я их полностью поддерживаю Они боролись не за Россию, не за фашизм Они боролись за свободную страну Они хотели свою землю иметь и жить на ней так, как хотят они Они очень добра Потому и получается, что мы опять, история повторяется Опять же воюем за свою независимость, за свою же землю Что нам не указывают, как жить Просто историю не нужно переписывать, ее нужно учить И учить с разных сторон, делать определенные выводы Если этого человек не делает, то брошь цена такому человеку Еще раз всех поздравляю с праздником Вы, дорогие ветераны, остались в наших сердцах навсегда Мы помним выводы из этого все делаем Я думаю, делаем выводы правильные Вся история и время всех рассудит Я считаю, что наша позиция сейчас правильная И слава Украине Мы будем стоять до конца Поздравляю ветеранов с их праздником Желаем долгих лет здоровья На конец, чтобы они вспоминали не только перед их праздником А и постоянно помнили о том, что они сделали для своих потомков 9 мая для меня это значит праздник победы Но как был праздник победы У меня дедушка находился там И как бы он так и остается И от того, что тут георгическую ленточку И то привязывают, как бы, скажем, сепаратиста Они ее испортят У меня до сих пор, несмотря на то, что я военный До сих пор висит ленточка на машине И у меня, у дедушки, очень много медалей с этими ленточками И отрывать я их никому не собираюсь Ну, относительно того, что это витчизняная или святая война Не можно односначно сказать Потому что витчизняная через то, что это произошло на нашей земле А святая через то, что даже наши деды и бабушки Особисто моя бабушка и дедушка были в Немеччине на работе, как невильники Кожне свято в школе бывало с ветеранами, которых запрошивали Даровали им квіти, слушали их рассказы И тогда не мыслимо было иначе Теперь, конечно, мы знаем больше вероят правды про Торино Потому что, на жаль, это однозначно трактировалось Теперь очень много вопросов, мы понимаем, что победа далася великой кровью нашему народу В этой неклассичной гибридной войне это будет победа духу Не с воином, победа духу Военные святы должны победить в темный царство Ну, у меня дедушку я не помню, что бабушка рассказывала Такой маленький был Я особо не вникал, она у меня оказалась и воевала В армии служили Ну, война нет, нет, конечно Никто не думал Я был дивальным воином, знаете, как говорят, пусто с телевизором воевал Да, у меня бабушка умирала сто один год Она мне рассказывала, плена там, куда-то, немцы там, какой-то Ну, 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 мне неинтересно, я сам еще живу, у него не было Пришлось войти И я сейчас обиделся, что говорит Я выгляду, заедет Карат Воронка такая, что вот я Зашел там асфальт Я зашел в эту воронку, она выше меня росла Мне метр семьдесят пять, в три метра ширина То есть тут это здание наполовину выпрыгивает с земли Когда я в губкатый мир отсюда Он нахуй сукраин А что ему сейчас сказать Хочу выразить очень большое спасибо всем ветеранам Великим Часанам Войны Которые устояли свою страну, как сейчас мы это делаем Как бы сказать, их осталось очень мало Но все равно, мы даже памятаем, но тихо уже с нами немало Что можно сейчас сказать Держава, мы все присягалися на верность и на верность своему народу Закрещаем так, как держава, так и свои семьи И мы будем отстойвать то станет Пока не начнется мир на Украине, не вернемся мы до своих семей И будем наращивать все разом и жить так живо раньше Слава Украине! Мне хотелось бы поздравить с очередным многолетним празднеством победы над нацизмом, над фашизмом Тех ветеранов, которые еще остались в живых Которые хранят память той войны Которые переживают в своих сердцах историю нынешней войны Мне хотелось бы пожелать им огромного, не знаю, безмерного человеческого счастья Мне хотелось бы им пожелать только светлых воспоминаний И, наверное, самой приятной, востребованной и нужной пенсионной старости в нашей, наверное, уже свободной стране Огромное вам спасибо и низкий вам поклон Мне уже взрослому человеку неоднократно задают вопрос Что я делаю на этой войне? И почему я нахожусь на этой войне? Я скажу так, что 70 лет назад мой дед, россиянин, точнее, прошу прощения, русский, от рождения воевал здесь, на Украине Здесь получил ранение Здесь после ранения остался и на Донбассе возравлял одно из крупных предприятий И поэтому я нахожусь здесь и воюю за его память За его светлую память, за то, что они дали свободу нам И я хочу это знамя свободы пронести дальше Чтобы эту свободу от меня перенял мой сын и мои внуки Поэтому я нахожусь здесь и буду здесь стоять до конца Слава Украине! Я к этому празднику привык с детства Отец у меня был Иван, второй белорусский Был тяжелой родины под правой Этот праздник, как говорится, всегда мне на глазах И вообще я вам хочу сказать одну вещь Он защищал, в принципе, напали на его родину, когда был СССР Он ее защищал Сейчас теперь моя родина, Украина Ну, СССР спался, но так получилось Я ее тоже защищаю Почему? Потому что у меня трое детей, трое внуков Это будущее наше И потом, они же напали на нас, в общем-то, получается Тогда фашисты напали Сейчас воинствующие, как их назвать, не знают Но вы там эпитеты придумываете сами, народ знает И без этого Так что я к празднику отношусь со всей Мне он нравится Я его приветствую Хотел бы, конечно, пользоваться случаем передать всем нашим гражданам Надо помнить свою историю Надо помнить, что когда-то у нас были такие скрупные времена И надо объединяться, когда у нас такое же настает сейчас Объединяться, защищать свою родину, ребята У меня от 59 лет, как говорится, я столик, но я иду защищать И вам тоже надо как-то думать об этом Что вы еще хотели? Поздравить всех с этим праздником Стариков в особенности Что им там осталось? Тех ветеранов, которые воевали Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие наши друзья Хотел бы, что это так и в процессе Поведения Знамберного Владыча вашего подруга на главный час Вы наша гордость и слава Примите наше щире побожание Счастья, добра, здоровья Возможной любови Ваших лидерских и людских Всего украинского народа Мы вопраде воевали Отстойла наша честь и единость А також честь и единость в нашей державе Зараз мы любим и також отстой Наша единость, территориальная цельскость и незважность в нашей державе И как они такими будут стоювать И не вступим в колонзах Слава Украине Героям слава Мой дядя, король Владимир Дмитриевич Прошел всю войну Начиная с 1939 года, заканчивая с 1945 годом Он участвовал в освобождении Курска, Белгорода, Харькова Закончил он войну Дважды кавалером ордена Ленина И боевого красного знамя Кавалером ордена славы Но при этом он все равно сохранил чувство юмора И оставался веселым человеком Рассказывая историю о войне Порой комически Он все равно всегда сводил к тому, что война это страшно Я приглашаю своих коллег Для вашего подлинного ветерана И считаю своим долгом Чтобы как можно меньше людей В этой стране осознали все тяготы и трудности войны Мой дид в 1949 году Пришел из войны В Украинской области Після войны я пішел служителям Третий украинских и четвертый украинских фронт Самое большее проходило война на территории нашей страны Мы очень много ветеранов УПА Воюют славяне Украинцы И белорусы воюют И россияне воюют А мы не одна с нимцами Вы представляете ли, чего вам отошло? Если бы мне в это время в прошлом году еще кто-то сказал Что я буду на фронте Я бы уже не в жизни поверяю Люди, во-первых, не за кого-то Они отстаивали свои интересы Они защищали свою землю Как бы там ни было Откуда было мне это самое Точно так же я в Собровской области Но я здесь Потому что это моя земля Это Украина То есть страна, где я родилась Где я живу Я хочу, чтобы жили мои дети Чтобы она оставалась такой Как бы должна быть То есть А то, что день памяти должен быть Это обязательно Я не дарусь судить Там вот эти Прошлые войны Для меня вот даже Выход Силовальска Мы тоже отмечаем Но скорбим Потому что это воспоминание Очень тяжелое У нас была годовщина Донбасса Это тоже было Как бы Оно вроде и праздник День рождения Но очень все было Воспоминаешь ребят Которые погибли И это, скажу Совсем невесело Вот Для меня лично В основном Мне сильно хочется Вспоминать это Вот не имется Ему сегодня Я хочу обратиться Ко всем ветеранам Как в Великой Отечественной войне Так и войны В 2014-2015 годах Я хочу пожелать здоровья Пожелать неба Пожелать счастья Пожелать удачи И пожелать, чтобы на это все Наконец-то прекратилось То, что происходит у нас сейчас Те, кто принимают участие В Великой Отечественной Они прекрасно знают Какие ужасы Это все несет с собой И я не думаю И я не думаю Что они хотят повторения Этого всего Как в нашем городе Так и в нашей стране Всем их это не верно Два моих деда Безрук Михаил Иванович Который в 16 лет В Великой Отечественной Командовал уже батареей Имеет многочисленные награды Царство ему небесное Уже Второй мой дед Был штурманом Летчиком Тоже прошел всю войну При Берлине И с одним дедушкой И со вторым успел Пообщаться Даже с прадедушкой Который участвовал В японско-русской войне Поэтому мне стыдиться нечего Деды все молодцы Очень обидно Что из Великой Отечественной войны Много заявлений Особенно с российского телевидения От российских наших братьев Говорится о том Что Как бы Россия И сама бы могла Выиграть эту войну И сама бы могла Сделать победу Я считаю это не так Давайте наверное Оставим память Такой как она есть Светлой Хорошей И будем этим глядиться С самого детства Наверное самый большой праздник Для меня Это не день рождения Новый год А почему это 9 мая Не знаю Такой какой-то день Сообразный был Всегда Войвал у меня дед Он рано умер Причем он Так вот как-то Сложилось в жизни Что он воевал военным Медикому военным Париум хирургом В принципе И спустя 70 лет Я Стал таким же Военным врачом Военным хирургом Начмедом Тактичной группой Честно говоря Не зря Эта история повторяется Это спираль Мне сложно представить Еще год назад Я год назад 9 мая Был в Львове И мне было сложно Подумать Что я Следующий 9 мая Если тебе повезет Потому что У меня 14 августа Отпуска не было Может быть Команда Хочу поехать 9 мая В городе Петровск Потому что Каждый год Я хожу на парад На протяжении лет Наверное 20 Как себя более Чувствую Нормальным человеком Вот И хочу туда пойти Я знаю В качестве Кого туда пойду Идти как ветеран Это не наша война Это Идти как Мне сложно Понять В этой войне Не будет ни проиграть Чтобы не победившим Наверное Я так думаю Вот Но мудрее Тех Кого Война Это как-то Задела Когда Они прочувствовали Это То ли Это Люди Которые Тут Нагодились То ли Люди Которые Воевали То ли Люди Которые Помогали Всему Этому Которые Прочувствовали Я думаю Что они уже Другие Однозначно Люди Вот Это Даже Не обсуждается А вот В том То есть Проблема Которые Злого Вопросов Спрашивают А что ты там Делал Ты что Идиот Понимаете Ну как Спрашивают Нормально Человек Как будто Это Ну Мне Непонятно Вот Я в этом Разница Что между Великой Войной Сейчас Что Раньше Наоборот Спрашивали Почему Ты Не пошел На войну Это Было Постыдно А сейчас Наоборот Ты Пошел На войну Ты Как Пошел На войну Тебя Призвали Или Доброволь Не важно Вот Идиот То есть Может так Подумать Что Те Люди Которые Погиблете Которые Люди Туда Ездят Которые Люди Помогают Которые Рискут Каждый День Семь Жили Идиоты Ну Не знаю Я Я Такое Не понимаю Огромное Спасибо Правда То Что Мы Все Живем То Что Мы Сейчас Существуем Как Украина Как Как Народ Как Свободная Страна Огромное Спасибо Лучше Поменьше Праздновали Но Больше Помогает Таким Дням Которые Остались У меня Прадедушка По Пакарной Виде Это Моя Бабушка Отец Его Фамилия Грузин Он Был Партизан Был Распредел Но Еще Как У нас В городе Расмире Есть Фамилия Инициалы Есть Я Сам Верующий И Если бы не Бог Я бы сюда Не пришел Никогда Но Это Как Первое Второе Это Что Я Верю Что Я Защищаю Свою Страну Свою Землю Свою Народ Свою Нацию И Мы Победим Еще Бог Прославит Украин Мы Победим Не знаю Когда Ты Ну Как Был Говорил Это Что Слава Украине Верух Слава Но Я Больше Хочу Слава Богу Который Помогает Нам И Мы С ним Помитим Это Наш Праздник Наш Дом Которые Добыли Кобеду Тяжелевшей Войны Война Всех Времен Великая Отечественная Это Подвиг Украинского Советского Народа Они Всегда Незым И Никогда Не Был Зарваться У меня Два Деда Своему Воевали Один Дошел До Берлина Имел Награды За взятие Праги За взятие Берлина За взятие Будапешта В 45-м году Он умер В голодовке Которая была На западной Украине Второй Дед Он Не родной По материнской Линии Но тем не менее В своем Родном Огороде Он разделял Примерную Дочку Фашистов Уничтожил Порядок Честерых Человек И потом Жили Не в этом Селе Это Достойно Уважения Все ветераны Которые Воевали В Липоте Они достойны Уважения Ни с кем Покол Никогда Нельзя Это забывать То что Некоторые Пытаются Переписать Нашу историю Мотивируя Тем что Мы не принимали Чест В Ланне Но Я считаю Это На личной Совести Каждого Это Люди Которые Не знают Своего Прошлого И не достойны Своего Будущего А в особенности Это Произносят Большие Политики Полное Проявление Нигилизма И Обозначение Того что Они просто Не знают Что будет В дальнейшем Они не имеют Ни своих Перспектив Ни перспектив С контакт Своего Народа Переписывать Историю Никому Не дано В ни коем случае Для нас Девятого Это Правда Великая Победа Знаете Что Символично Что Многие Наши Позиции На данный Момент Мы находимся На многих Позициях Которые Воды Великой Отечественной Войны Были Позициями Советских Войств Против Фашизм Мы Понаходили Беда Жив Которых Останки Советских Солдат Мы Перезахоронили Символично История Повторяется Прошло 70 лет И вот Она Повторилась Для меня Победа В этой войне Это Единство Армии Единства Народа Армия Народ Волонтеры Которые Представляют Народ Добровольцы Которые Находятся В нашей Бригаде Вне Суши 80% Добровольцев То есть Победа В этой войне Это Проявление Духа Патриотизма Единства Народа И повторение Победы Великой Отечественной Войны Великая Отечественная Должна быть Тем уроком Которого Никогда Не забывали Просто Некоторые Это Забыли А Сейчас Ну Увы Все Увы Слабы Своя Это Наша Победа И Великая Отечественная Победа В этой Война Она Тоже Будет Наша Слава Украине Всех Кто остался Жив Поздравляю С праздником С наступающим Здесь Если Выйдет Народ На праздник Пожалуйста Поздравим И Такой же праздник Ихний Как и наш Обои Детки Прошли Войну Пришли Домой День Сталинграда Включить Мне кажется Второй Точно Не знаю Обои Ранены Обои Пришли Война Которую Пошли Деды Которые Защищали Очень так же Родину Как и мы Тоже Победа Я не знаю Каждый У нас Домой Ты Выпали Что Тебя Кто У нас Кто Убедит Надеюсь Что У нас Что Тебя Свою Стану Мы построили Без помощи России К тому подобное Спасибо за субтитры